всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life для вас сменилась картинка у нас прошло полтора часа я забрал детей где-то там валяется на диване катарина ты тоже ребенок если что передавай всем привет ты робот все понятно так вот human что human being human being такая человек это что ну так можно еще короче короче век живи век учись все равно англичанином не станет что учить английский язык так ну что переходим к нашим постам у нас остались пасты все остальное мы рассмотрели катарин казайка включи свет пожалуйста сверху давайте посмотрим чем можно почистить зубы из магазина 99 центов и как это будет отличаться от того если вы хотите взять что-то в магазине костка так значит вот набор пост который я сегодня купил в магазине 99 центов мы обычно покупаем несколько видов у нас есть туалет внизу туалет вверху зубы можно чистить и там и там у нас и там и там стоят щетки для детей для нас и везде стоит по два по три вида пасты чтобы ну типа утром вечером разными чистить или через день разными в общем кому как нравится кому какие вкусы нравятся потому у нас где-то наверно в ванной лежит как минимум три-четыре вида одна сашкина отдельная потом у нас наверно три или четыре ну да вот так вот и получается 45 разных паст лежит на каждом этаже так у детей там походу застряла мндмс где-то сейчас я им покажу и будем смотреть пасты так значит первая паста которую хочу показать вот такая вот активированный уголь короче грубо говоря смотрите что у нее здесь написано чего там в ней содержится чего не содержится будут вот такие красивые зубы возможно если не повыпадают раньше времени эта сторона эта сторона еще одна сторона так вот здесь у нас интересная сторона здесь у нас есть ингредиенты как использовать если кто-то не знает и в общем то я хотел найти срок годности я перевернул ее со всех сторон нашел только не найдешь зайка нашел только вот такие вот какие-то надписи и о чем они говорят я не понимаю потом я одну пасту достал предварительно и это же надпись дублируется вот здесь вот на кончике но что здесь написано я не могу расшифровать я не знаю на год здесь никак не похоже может посмотреть у них два похожих цифра похожи она но дело в том что это не похоже ни на срок годности не на какие-то даты там производства или в общем не знаю крутил 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 вертел ничего не нашел обкрутил весь этот тюбик на нем тоже просто то же самое что и на коробке но ничего нету я хочу показать вам как она выглядит если кто-то такой пастой зубы не чистил а мы собственно и тоже ни разу не чистили открывай катаринка и не пугайся короче вот такая это паста давай на палец выдай мне немножко я скажу нет давай мне тебе ну давай к себе выдавит короче вот такая вот черная но пахнет она ментолом понюхай хорошо пахнет не пахнет я знаю что это я не буду отложить мне в рот если только лезть это чайкул неплохо пахнет спасибо я помню когда у меня были такие таблетки с чайкул это ты помнишь откуда из беларуси да они просто были безвкусные но их было неприятно пить да папа это чайкул да и став деревом уже тебе в рот сейчас пойдем посмотрим как она пенится не пенится и жевать ну в общем паста интересная пойдем посмотрим в ванне на нее так ну вот она перебралась ко мне на палец ну как крем трется включая воду посмотрим как она будет но она никак не распенивается на пальцах ни разу ты хочешь показать давай сейчас катарина проведет следственный эксперимент короче катарина решила провести эксперимент в научных целях чуть-чуть так берешь совсем я думаю возьми больше не бойся возьми а тут даже не почувствуешь мы не поймем распенится она или нет сейчас будем смотреть что из этого выйдет но начинай чистить а потом позорешь меня так ты может зубы намочи немножко возьми намочи зубки ну как воды вот набери полоси начинай чистить а я сейчас подойду в общем процесс пошел как ты чувствуешь такие короче черные зубы ну а что на вкус что черно-зеленая очень мятная да но не распенивается да не просто растирается ну по три еще возьми короче защищать а я пошел дальше рассказывать но чистить можно не страшно да давай катарина провела следственный эксперимент распенивается она не сильно на вкус очень ментоловая говорит ну посмотрим попробуем будет это эффект какой-то иметь или нет как я уже говорил мне задавали вопрос про авокадо как там она вкусная невкусная чем его едят какие мы делаем из него блюда вот в общем в интернете много всего разного рассказывают что типа если вы будете каждый день есть авокадо вас там это станет и это станет и все будет хорошо ну типа помогает там она от всяких болезней и прочее не знаю вот и уже много лет мы его едим и скажем можно сказать практически каждый день никаких изменений таких изменений существенных я не замечаю что там типа у меня волосы стали кучерял и еще что-нибудь но покажи так у тебя зубы блестеть как начали вообще красивая девочка покажи блестящие зубы красавица вот поэтому я не думаю что если этой пастой чистить зубы каждый день что-нибудь изменится ну я придерживаюсь такого мнения что надо иногда пасты менять рассказывайте как как чистите зубы вы все время одно и то же или меняете или вообще может кто зубным порошком чистит я раньше помню порошок ну как вам объяснить вот как стиральный порошок видела вот такой зубной порошок раньше им чистили зубы я помню чистил кроссовки чтобы они белые были так ладно переходим к следующей вот такая пасточка сейчас покажу что с ней так или не так в общем у нее я нашел срок годности у нее срок годности стоит на коробочке август 22 года как вы помните это все товары с магазина 99 центов и все у них нормально со сроком годности единственное только что я не нашел на пепси срок годности и не нашел срок годности вот на этой угольной пасте непонятно что с ним не так но катарина зубы почистила значит можно чистить ребенок провел эксперимент откроем ну эту открывать не будем покажу ее со всех сторон да и все значит что мы тут видим 116 грамм она тоже якобы отбеливающая экстремально причем так что у нас тут еще с этой стороны тоже самое с этой стороны что содержит отвечает за все за это так ну и вот еще всякие драк факты как пишут на таблетках прямо активные ингредиенты внимание что у нас здесь то же самое ну собственно вот и все это паста значит что я хотел сказать вот такая вот паста в костка стоит где-то в три раза дороже чем в центах то есть порядка двух с половиной трех с половиной долларов такую я в костка не видел и просто можно купить вот такой колгейт здесь значит у нас тюбик обошелся по доллару по 99 центов в костка этот колгейт будет стоить за такую упаковку где-то шесть с половиной семь с половиной долларов то есть это получается где-то в два в три раза ну два два с половиной раза дороже так значит здесь у нас что у нас здесь давайте смотреть что у нас здесь то что здесь написано купи две получи одну центов не касается мы платили за нее 3 по 99 вернее оплатил так в тюбике у нас 119 грамм посмотрим на срок годности так срок годности у нас стоит седьмое 20 какое-то 21 по моему антошка ну-ка скажи какой там у нас срок годности на торце пробит седьмого месяца 2021 год ну как быстро сейчас у нас 19 год два года еще будет седьмое 20 седьмое 21 практически два года и два полтора года так вот у нас по активным ингредиентам давайте смотреть эти тюбики такие блестящие неудобно их рассматривать вон там прямо она содержит микро частицы которые для полировки зубов я думаю такая паста есть во всех магазинах и на постсоветском пространстве так вот интересно где она сделана так здесь у нас вот срок пробит 0 6 21 на этой коробке сейчас я попытаюсь найти где она сделана потому что я вижу такую китайскую видел индийскую а на этой не вижу интересно сейчас откроем чубик один посмотрим может начали к написано на дачке взять отдел очки и с помощью антошки нашел вот написано сделано в мексике так что разобрались с этой пастой вот что у нее на торце написано активные ингредиенты как пользоваться и куда задавать вопросы вот такая вот паста в тюбике как я сказал 119 грамм за 1 доллар ну вот вроде бы и все такой небольшой скажем у нас сегодня магазин 99 центов то что я вам хотел рассказать больше всего мне хотелось показать вам вот эти вот пасты и рассказать о том что все таки да в общем-то по всем срокам я вам показал и по продуктам и по консервам что в 99 центах все продается с нормальным сроком годности причем если опять же брать вот пасты такая будет два два с половиной раза дороже косткой всем складе такая будет два два с половиной раза опять же дороже в тех же магазинах sensitive я там не видел может она там тоже есть я просто не обращал внимание вот такие вот вещи рассказывайте чем чистите зубы вы как чистите сколько раз в день и меняете ли пасты или чистите все время одно и у вас все хорошо а вы были на канале нашей америки не лайфмай лайф не забывайте написать комментарий поставить колокольчик чтобы не пропустить новую серию и увидимся в интернете бай лайфмай